МИФЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО Испания. Камино. Дорога к Сантьяго де Компостелло. В средние века это был важнейший паломнический маршрут христиан. Позднее паломничество потеряло свою популярность и камино опустело. Но сейчас, когда пустеют церкви, камино вновь заполняется странниками со всех концов света. Откуда вы, пилигримы? Из Нидерландов. Из Голландии? Да, я вышел из Утрехта, так что... А сколько времени вы в пути? Более четырех месяцев. Четыре месяца? Но вы идете не в ту сторону, сейчас вы удаляетесь от Сантьяго. Я там был, это часть пути. Вы так думаете? Да. Что вы думаете о Сантьяго? Слишком туристический. А еще перед самым Сантьяго просто тонешь в толпах туристов. Эти люди проходят последние сто километров, чтобы получить свидетельство. Для них это просто отдых. Вы тоже из Голландии? Нет, я из Франции. Могу я узнать, сколько вам лет? Пятьдесят шесть. Пятьдесят шесть? Да, пятьдесят шесть. Я кажусь старше, без шляпы я выгляжу моложе. Зачем идти в Финистеру? Зачем я иду в Финистеру? Я дошел в Сантьяго, после этого человек просто обязан достичь края света. Древняя дорога паломников вновь заполняется людьми. Но в последние несколько лет пилигримы все чаще оставляют Компостеллу позади. На краю света. Они идут по дороге еще дальше, на край света. Начало этого паломничества теряется во мгле веков. Это берег моря мрака. Фернандо Санчес Драго, писатель. Это Герман, веющий голландский социолог и писатель. Он не из тех, кто регулярно ходит в церковь. И все же 15 лет назад Герман впервые отправился по дороге в Сантьяго. Сантьяго де Компостелло – почти что край света. В этот город стекаются люди со всей Европы. Они ищут мудрости, отпущение грехов или пропуска в рай. Компостелло – город, где можно улучшить жизнь после смерти. Или просто ловушка для туристов, город-обманщиков. Возможно, здесь пытаются сохранить давно исчезнувший уклад жизни. Здесь, в надежде на чудо, люди бросают монеты. Что же собой представляет Компостелло? Сейчас в тени около 30 градусов. Я в брюках, и за всех пор сочится пот. То же самое происходит во время паломничества в Компостелло. Пот, жара и усталость. Это соответствует той части загробного мира, которая изображена на этой церкви, недалеко от Кафедрального собора Компостелло. Здесь мы видим людей в пламени. Многие думают, что это ад. Но это другая часть загробного мира – чистилище. В чистилище оказывается тот, кто вел праведную жизнь и не обречен на муки ада. Человек попадает туда лишь потому, что еще не заслужил благоволения Господа. Это изобретение Папы позволило римской католической церкви зарабатывать дополнительные суммы. Именно это происходит в Компостелле, начиная со средних веков. Человек должен был совершить паломничество в Компостелло и пройти дорогу должным образом. Если он пребывал наполненный благостными мыслями, его ждало вознаграждение, скидка трети грехов в чистилище. Если же вы с добрыми помыслами пребывали 25 июля, в день святого Иакова, Каэлиси исповедовались, вас ждал стопроцентный дисконт в чистилище. Это значит, человек получал пропуск в рай. Почему же произошло воскрешение паломничества в Компостеллу? Интерес к Риму, Иерусалиму и Лорду падает, а дорога в Компостеллу вновь наполняется людьми. Мы спросили старого знакомого Дона Суса. Его небольшой отель любят многие пилигримы. Я не знаю, почему паломничество дарит людям такое необыкновенное чувство удовлетворения и радости. Любопытно, да? Сейчас люди могут путешествовать, пользуясь самолетами или автомобилем. Но не зря мы говорим, что благополучие человека не в его деньгах. Оно в его обуви. Секрет кроется не в индульгенции с Компостеллы. Главное прийти в этот город по дороге Камино. Десять лет назад мы впервые проделали этот путь с Германом Вейши. Многие сравнивают Камино с дорогой жизни, которую должен преодолеть каждый из нас. Люди должны преодолеть кризис веры. Во время паломничества в Компостеллу многие очень сильно меняются. Это духовный путь, а не дорога к чему-то трансцендентному. Некогда люди пускались в путь, чтобы искупить грехи. Мы впервые вступили на дорогу паломников Камино у Кафедрального собора Святого Бавона в Генте. Средневековый шедевр все ставит на свои места в аспекте поклонения Господу. Здесь, среди королей-епископов, ангелов и священников, неожиданно появляется паломник из Компостеллы. Он мрачно улыбается. Этот человек помог Вейше отважиться на свое собственное путешествие. Именно поэтому пилигрим попал на обложку его книги. Этот старик в простой одежде так уверенно держится среди всех этих святых, епископов и воинства Божия. Средневековый паломник смотрит на вас. Он будто говорит, сейчас у вас есть кредитные карты, средства от москитов, масло для загара и тому подобное. Поначалу он меня немного пугал. Но с тех пор мое отношение изменилось. Конечно, у него не было кредитной карты. Но вы видите, как он тут стоит? Этот паломник заслужил себе доброе имя. Он гордо стоит среди тех, кто попал на небо. Он готов предстать перед Агнцем Божиим. Его восхваляют Папы. Этот пилигрим мог не сомневаться, что на том свете будет вознагражден. Современным паломникам достаточно подождать и убедиться, стоит ли оно того. Каждый решает сам для себя. Средневековый пилигрим не слишком расстраивался, сбившись с пути истинного или подавшись искушению. Он всегда мог возложить вину за это на дьявола. Сегодня в своих ошибках можно винить лишь самого себя. В средневековье мечтой каждого христианина было совершить паломничество гробу Господня или к апостолу Иакова, Финистеру, на край света. Тысячу лет назад именно так называли северо-запад Испании. Местная дорога, названная в честь Млечного Пути, заканчивалась на поле звезд – Кампус Стеллы. Позднее почти вся Испания была завоевана мусульманами. В течение многих веков на этом тонком волоске висела судьба всей христианской Европы. В Кампус Стеллу. Этот джентльмен хочет туда дойти. Поверьте, я бы осталась здесь. То так хорошо. Нет, я не хочу. Нет, мы не хотим совершать паломничество согласно католическим книгам. Там все детально расписано. Какие святые места надо посетить, какие мысли культивировать. Перед каждой святыней, где танцевать перед святыми, малыми и великими, чтобы получить отпущение грехов. Паломничество – способ заслужить благоволение небес. Это паломничество совершается во славу святого Иакова, или Сантьяга, одного из подвижников Христа. Согласно легенде, Иаков отправился на северо-запад Испании, чтобы нести Слово Божие. Затем вернулся в Иерусалим и был обезглавлен римлянинами. Ангелы забрали его тело и унесли на самый край земли. По крайней мере, так гласит легенда. Кроме того, средневековым паломникам, как и нам, этот путь давал возможность встретиться с другими людьми. В тех местах, где пилигримы могли найти себе кровь, забота о душе и теле шла параллельно. С одной стороны – церковь, с другой – приют для паломников. Это место встречи с пилигримами прошлого. Пилигримы оставляли на стенах знаки. Подкову вырезали, чтобы по пути в Компостеллу сопутствовала удача. Кресты чертили на обратном пути. Это символ отпущения грехов с четырьмя апостолами. Те люди сидели и беседовали. Они обсуждали то же, что и современные пилигримы. Кого встретили, кого встретите. Человек узнавал обо всех, кто шел по дороге. Это путь длина 2-3 тысячи километров. И все же тут сохранялась некая интимность. Это место было чем-то вроде гостиной для паломников. От Амстердама до Компостеллы около трех миллионов шагов. Наедине с самим собой. И следующий шаг всегда следующий. На границе Франции и Испании находится Рансевальское ущелье. Здесь стоит монумент, воздвигнутый в память о гибели Роланда, правой руки и Карла Великого. Эта глыба была установлена государством. Она сменила сотни тысяч крестов-паломников, некогда усевавших землю. Но традиция возрождается. Это маленькие кресты. Кто-то ставит их в знак благодарности за то, что достиг этого места. Кто-то из благоволения перед полем боя, где пал Роланд. Здесь объединяются почти все дороги с севера. Их продолжает Камина, дорога пилигримов в Испании. Отсюда она идет на запад, в сторону заката. На запад ориентировали свои пирамиды египтяне. Во многих древних цивилизациях считалось, что на западе находится страна мертвых. Там, где заходит и умирает солнце. Начало этого паломничества теряется восьми веков. Камина возникла задолго до появления апостола Иакова, независимо от того, было такое в действительности или нет. Вся символика Камина, Хавьер-Сьера, подчеркивает идею смерти и воскрешения. На это указывает даже ее географическое местоположение. Сначала Камина ведет через зеленый плодородный регион, но постепенно Земля становится все более засушливой. В Кастильи начинается почти пустынная зона смерти. Паломник умирает вместе с окружающей природой, однако он оказывается в Галисии, природа начинает постепенно воскресать. Тут еще один важный момент. Дорога Камина заканчивается у моря. Символы вечной жизни. Некогда оно считалось бесконечным пространством. Только вдумайтесь, Камина нигде не выходит на берег моря. Паломники его не видят, так как дорога избегает побережья. Единственное место, где вы оказываетесь у моря, находится за Сантьяго. Паломник приходит в Финистеру, что значит край Земли. Считалось, что в Финистере заканчивается известный мир. Здесь начиналась полумифическая страна. Это было царство мертвых, лежащее за краем Земли. Здесь и оказывались паломники, пережившие все тяготы и радости этого пути. Бесконечная дорога начиналась у них на родине, а заканчивалась на краю Земли. Здесь их ждало великолепное зрелище. Солнце заходило на западе, погружаясь в море мрака. Оно уходило в мир мертвых. Это дорога для немногих мистиков, которые ищут Бога в себе и вокруг. Для гностиков, которые со времен античности ищут знания. Первым христианам были не чужды эти устремления. В жизни и страданиях Христа они видели свой путь к искуплению. Гностики искали Бога в себе. Ортодоксы верили, что Бог существует вовне. Церковь старательно навязывала верующим образ Бога, карающего и гневливого. Такое представление было чуждо гностикам. Ортодоксы постарались придать христианскую окраску ряду особо значимых мест. Это были центры инициации гностиков. В этих местах люди общались с Господом напрямую, без помощи каких-либо земных посредников. Для общения с Богом этим ранним христианам не требовалась церковь. При первой возможности церковь уничтожила их за такую дерзость. Многое переменилось, дорога в том числе. Она уже вела не на край света. Здесь церковь открыла реликвии, почитавшиеся как принадлежавшие апостолу Иакову. Почему Сантьяго де Компостелло? Здесь находилась могила еретика, жившего в IV столетии. Его звали Присцелян, он был гностиком. Фернандо Санчес Драго. Это течение в христианстве опиралось на философию знаний. А в нем не пытались завоевать сердца посредством дешевых литургий и суеверий. Санчес Драго принадлежит к растущей группе историков и писателей, которые разоблачают деспотизм церкви. Они открывают методы, которыми церковь навязывала свою волю миру, воспрещая все прочее. Она изменила дорогу, некогда открытую для всех. В особых местах инициации паломник чувствовал, что получает возможность напрямую общаться с божественным. Ортодоксы хотели любой ценой от этого избавиться. В особенности в XII веке. В этот период церковь осознала опасность, которую таил в себе гностицизм. Были созданы такие институты, как инквизиция. Церковь организовала первый крестовый поход против катаров на юге Франции. Кризис средневековой церкви пришелся на XII век. Катаров-гностиков поддерживал почти весь юг Франции. Немало сочувствующих было в северной Испании. Страшный крестовый поход вынудил их вернуться в лоно церкви. Катары были уничтожены. Церковь захватила власть во всем регионе. По многочисленным дорогам в Компостелу были организованы фиксированные паломнические маршруты. Каждый вечер пилигримам приходилось платить пошлину церкви или монастырю. Они изменили многие символы, связанные с камина. Паломник, желавший общения с Господом, должен был заплатить церкви причитающееся. Чтобы получить возможность обратиться к Богу, ему приходилось прежде обратиться к церковным властям. Ранее, на дороге камина, все было по-другому. Но такая мертвая хватка церкви давно ушла в историю. Сегодня она действует мягче. Ни один паломник не может отказаться от ночлега в Сан-Хуан-де-Ортега. Это единственное прибежище в пустынном краю. Еще до своего прибытия вы будете знать, что сегодня готовят на кухне. Неизменный чесночный суп отца Хосе Марии также известен как его способ будить вас на следующий день. Он включает репродуктор. Некая разновидность «Ди из Иры» звучит в неподходящее время суток. Дамы и господа, доброго вам утра. Сейчас четверть седьмого. Но спальни давно пусты. Лишь редкие непосвященные еще не сбежали от глаз ухора и звона колоколов. В средние века паломники шли в Компостелу, чтобы заключить сделку с Господом. Одни старались сократить время пребывания в чистилище и получить отпущение грехов. Другие были вынуждены посетить Компостелу по решению суда. Если у этих людей была возможность снять проститутку, они ее не упускали. В каждом городе на пути пилигримов были бордели. Сегодня паломник идет по собственному желанию. Его никто не посылает. Он не получает вознаграждения. Это его собственная инициатива. Как видите, спальня совсем пуста. Сейчас девять утра. Все ушли несколько часов назад. Я никогда не видел иного. В пять в половине шестого паломники встают и отправляются в путь. Терпи и иди. На мой взгляд, современные паломники гораздо целомудреннее своих предшественников. Мир изменился. Еще со средних веков в церкви было абсолютно ясно, что хорошо, а что плохо. Это столица Сан-Антон. Здесь можно увидеть то, что осталось от мира Средневековья. Вы увидите все тех же плохих и хороших людей, однако их образы истерлись. Каждый паломник должен сам решать, где добро, а где зло. Он сам определяет смысл и цель своего паломничества. Награды и победы Камина уже не являются результатом исповеди и покаяния. Их несут преодоление боли и усталости, общения с новыми людьми. Посмотрите, что там есть. Это Клавихо. Здесь святой Иаков явился верхом на коне во время знаменитой битвы с маврами при Клавихо. Да, и все ради спасения христиан. Клавихо. А здесь святой Иаков или Сантьяго приобрел свое истинное значение для Испании. А в 844 году армия мавров готова была завоевать северо-запад Испании. Иаков спустился на поле брани верхом на белом коне и помог одержать решающую победу. В последующие века святой Иаков стал символом христианской Испании. Со своей эмблемой и комбинацией меча и креста он стал покровителем всей страны. Иаков сидит на белом коне, но он не так добр, как наш. Все высматривают демнов-приспешников, и они тут есть. Но лишь вдалеке от белого коня. Они обязательно ниже, по крайней мере, головы. На коне сидит не наш добрый святой Николай, а Сантьяго Матаморос. Незадолго до этого он рубил головы мавров в битве за будущее Испании. Этот святой не просто мимоходом принес дары. Его девиз — латинская пословица «Rubetensis sanguine arabum». «Ал мой клинок от крови арабов». Иаков стал грозой не только мавров. Позднее за изгнание из Испании евреев его нарекли Сантьяго Матахудиос. Затем под эгидой этого святого крестили Новый Свет. Тогда он получил имя Матаиндиос, убийца индейцев. А о серебряных дел мастера из Перу даже создали вот такой образ — Сантьяго Матаиспаньолос. его конь попирал копытами испанцев. Идти своим путем. Терпи, познай смерть, но всегда делай следующий шаг. Камина — не набожность, окаменевшая в церквях. Это простор и свобода. Любой может оставить позади роскошь пригородов и отправиться в путь. Если не на 40 лет, то хотя бы на 40 дней. Здесь можно увидеть студентов на каникулах, пожилых людей, празднующих переход на новый этап жизни. Столпы общества год за годом видят на другом конце стола одних и тех же соседей, а здесь они могут наблюдать, как на пустынной равнине медленно вырастает чья-то фигура. Человек с рюкзаком идет размеренным шагом. Остается только гадать, кто это может быть. Для меня Камино де Сантьяго — это истинная вера. Я добр к людям точно так же, как и они добры ко мне. Я вышел совсем налегке. Мне мало нужно. Это состояние гармонии. Хосе Мария — владелец магазина, хранитель новых легенд. Говорят, в пути у странника есть три врага. Это собаки, священники и мозоли на ногах. Но это не совсем верно. Я слышал одну историю про собаку из монастыря Сан-Хуан де Ортега. Там жила собака по кличке Калист. Как вы знаете, Калист — важная для Камино личность. Но пёс Калист сыграл даже более важную роль, чем папа. Калист был другом паломников. Страшная собака с добрым сердцем. Когда Калист видел паломника, он шёл к нему и радовался, виляя хвостом. Иногда пёс шёл с пилигримами целых четыре дня. Четыре дня Калист следовал за путниками. Когда пёс уставал, он возвращался назад в монастырь Сан-Хуан де Ортега. Как же он возвращался? На собаке был ошейник с надписью. Там значилось «Я, Калист, собака пилигримов, монастырь Сан-Хуан де Ортега, телефон 947-43-80-16». Пёс приходил в Бургас, местный центр. Увидев его, полицейские говорили «Эй, Калист, глупый пёс, это опять ты?» Они забирали Калист и звонили «Алло, Сан-Хуан де Ортега, Калист опять у нас». Калисто не интересовали подружки, его не волновали политика и религия. Только паломники. Калист был их другом. Некрасивый пёс с исключительно добрым сердцем. Он очень важен для Камино. Возможно, через сто лет Калист будет так же известен, как курица с петухом из церкви Санта-Доминго. Здесь хранят память о чуде, произошедшем в средние века. Молодой паломник из Германии был ложно обвинён в воровстве и повешен. Через несколько недель его скорбящие родители завершили паломничество и вернулись. Они обнаружили, что их сын всё так же висит на виселице, но при этом, по милости святого Иакова, он был жив и здоров. Родители поспешили сообщить о чуде, осудившему его судье. Судья рассмеялся. Он сказал, ну, конечно, он так же жив, как курица и петух, которых мы собираемся съесть. По легенде, в этот момент зажаренные петух и курица вскочили. У них вновь выросли перья, курица начала кудахтать, а петух кукарекать. Сейчас курица и петух – туристическая достопримечательность? Да. Это духовное сокровище, часть наших легенд. В то же время, это важный маркетинговый инструмент. Как видите, многие люди посещают нас в обычные рабочие дни. Они должны вознаградить тех, кто догадался держать тут живого петуха и курицу. Маркетинг – привлечение туристов. Этим занимаются все. И церковь – не меньше туроператоров. Однако есть и те, кто предупреждает об опасности. На данный момент существует опасность, что отдельные заинтересованные группы возьмут верх. Сейчас европейцы уже не так стремятся в Испанию. Туристы перестали заполнять наши пляжи. И все думают, каких людей может привлечь дорога Камина. Был призыв заняться пропагандой, чтобы пришло как можно больше людей. Только в этом году, на данный момент, у нас было в четыре раза больше паломников. В четыре раза. Беда в том, что настоящие паломники могут стать чужими на такое камино. В пути можно познакомиться с другими людьми. А главное – узнать себя. Вы можете остаться наедине со своими мыслями окружающим миром. На месете больших открытых пространств вы забили. На многие сотни километров простерлись равнины между Бургасом и Леоном. Но тем, кому хочется затеряться на дороге Камина, лучше поспешить. Месета должна быть на ковальне солнца. Здесь паломники потеют, задыхаются, с трудом передвигая ноги. А посмотрите, что тут сделали. Деревья, деревья вдоль всего пути. Деревья, затеняющие Камина. Все равно, что холодный душ в чистилище. Еще до Сантьяго, в северо-западной Испании, дорога Камина достигает своей кульминационной точки. Это Круз де Ферро – железный крест на вершине холма из булыжников. Его сложили паломники. Некоторые из них несли камни всю дорогу со своей родины. Старая традиция – да, это грехи. Мы оставляем здесь свои грехи. Их так много? Каждый камень – это грех. Один камень – это одного паломника. Зачем вы это делаете? Я из Бельгии. Зачем вы бросаете камни? Я продолжаю традицию. Так на протяжении веков делали земледельцы и паломники. Я хочу внести свой вклад. Это не ради индульгенции в Сантьяго? Нет, нет. Вы это делаете за свои веры? Да, это путешествие в честь нашей серебряной свадьбы. Мы бросаем здесь камни из наших сердец. Мы идем так, как у нас есть цель. Это камино. Да, дорога. И за это я благодарен судьбе. Поток паломников увеличивается, когда к ним присоединяются туристы. Они проходят последние 100 километров. Отсюда уже видна компостела. Здесь хранится кодекс Калисто. Это альманах средневековых паломников с советами и предостережениями. В лесистых районах к паломникам подходят публичные женщины. Кодекс Калисто – это путеводитель. Мишленовский гид той эпохи. Он облегчал путешествие по камино. Дорога к камино уже тогда превратилась в туристический маршрут христианского мира. Но это противоречило духу камино. Их не только отлучат от церкви, но конфискуют все имущество. У них отрежут носы. Папа Калисто часто предостерегает «Боитесь грабителей, дурных трактирщиков и паромщиков, но больше всего прочего опасайтесь главного зла». По мнению католической церкви, это безнравственность. Тогда это пугало. Сейчас появились новые опасности. Дамы и господа, справа вы видите паломника, который почти дошел до Сантьяго. На дороге вас обгоняют автобусы с туристами. Десять лет назад паломники, пришедшие пешком, чувствовали себя потерянными среди толпы. Сотни тысяч людей прибывали сюда на машинах, автобусах и самолетах. Люди приходят сюда, чтобы покаяться и войти во врата прощения. Они посещают усыпальницу с ее гробницей и почтительно обнимают статуи святого. Всех, кто верно исполняет древние ритуалы, ждет полное прощение грехов. Сюда, после долгого путешествия, через море чудесным образом вернулся апостол Иаков, обезглавленный в Иерусалиме. Но исторических обоснований не существует. Нет доказательств того, что апостол Иаков когда-либо посещал Сантьяго де Компостеллу. Никаких. Все это ложные представления. Они возникли в X веке. Возможно, это было сделано для того, чтобы подготовиться к замене еретических традиций Сантьяго христианскими. Большие толпы привлекают вот это зрелище. Раскачивание Ботафумейро. Это самое интересное. Ботафумейро – огромная курильница для благовоний. В средние века ее использовали, чтобы очистить воздух от запаха тел многочисленных паломников. Сейчас это стало развлечением для миллионов туристов. Для любой толпы, паломников, Ботафумейро раскачивают бесплатно. Но заплатив некоторую сумму, группы туристов с самолетов или из автобусов могут заказать особое представление. Большинство из тех, кто идет по камену, не видят в этом нужды. Им достаточно простоты дороги. Для них настоящим памятником камина является не сияющий собор Кампастеллы, а груды камней Круз-де-Ферро. Этот из Хаена. Из дома. Вот так. А вот мой маленький. Что самое важное на Камино-де-Сантьяго? Странствовать, дойти сюда. Ответ паломников однозначен – идти по дороге. Почему? Потому что дорога – это наша жизнь. Мы идем по жизненному пути, все взаимосвязано. Просто это самое важное. Это часть мироздания, странствия по дороге. Я думаю, для меня самая важная вещь – это путешествие, самопаломничество. Основа паломничества – мысли, которые крутятся в голове. Здесь надо думать. Вам открывается сущность вещей. Вы начинаете по-новому на все смотреть. Начиная с 11 века, паломники добавляли в эту груду свои камни. Они привыкли так делать. Они чувствовали свою связь с церковью, святыми, загробным миром. Сегодня для возросшего числа паломников ощущение, что они являются частью церкви, уже не играет такой роли. Но, как и в 11 веке, они чувствуют связь с людьми. Истинные реликвии Камино – не те, что связаны с именами святых. Это камни на этом холме. Это капли пот и миллионов паломников, прошедших здесь прежде. Сама дорога стала реликвией. Древняя, но все же современная. Каждый вкладывает в нее свой смысл. Вот эти два из дома, из Булабека. Нам было хорошо вместе. Я оставляю это в память о Кристе и обо мне. Надеюсь, наши дети тоже найдут свой путь к тебе. Аминь. Паломник всегда возвращается на Камино. Она не заканчивается в Сантьяго. Камино показывает ему, что он важен. Что он может сделать множество вещей, на которые не считал себя способным. Что он гораздо лучше и чище душой. Двадцать лет назад дорога была почти полностью позабыта. Десять лет назад, во время этих съемок, она стремительно оживала. Сейчас, десять лет спустя, мы пришли посмотреть, что изменилось. Здесь жил Калист, легендарный друг паломников. Но его больше нет. Однако... Он тоже уходит с паломниками, а потом нам приходится его искать. Он ходит далеко, до самой Полинсии. До Полинсии 80 километров. Скорее, около ста. Его зовут Калист II, как папу. Его зовут Калист, как и его отца. Это сын Калист. Сын Калист? Нет, кузен. Он был целомудрен, Калист I? Нет, вовсе нет. Ходят истории... Потому что он был святым? Да. Он убил сына. Так говорят, об этом рассказывают. Это правда? Да. Да. Сатана. Да, более молодой и сильный сын. И отец. Такое есть и в Библии, да? Неправда. Он его не убивал. Люди много чего рассказывают. Сатана. Иди, иди. А вот и сатана. Жив и здоров, как и положено. А в любом случае, пусть нам не ясно, как, легенда о Калисте продолжает жить. Дальнейшая судьба Камина вызывает большое беспокойство. Прямо так и написано. Улучшение асфальтирования Камина. Кто за это заплатит? Европа. Мы. Вот как все обстоит с Камина. Путь прямой, как стрела. А рядом асфальтированная дорога. Всего в нескольких сотнях метров проходит четырехполосное шоссе. Государственные служащие, амбициозные политики поддержали туроператоров и еврократов. Желтая стрелка. Отлично. Вы можете заблудиться по пути в Компостеллу. Раньше могли, теперь нет. Дурократы обо всем позаботились. У вас мозоли? Вон там аптечный киоск. Пошли не в ту сторону? Вон там мраморный знак. Вас наставят на путь истинный. Возможно, вы так и не поняли, куда идти. Вот еще один знак, указывающий в сторону Компостеллы. У вас близорукость. Вы не туда свернули? К счастью, тут есть эмблема Совета Европы. И две желтые стрелки. Только незрячие все еще могут потеряться на Камина. А через несколько месяцев здесь поставят знаки с надписями по Брайлю для слепых паломников. Я уверен. Маленький указатель. Небольшая карта из камня. Все это действительно утомляет. Вот, я взял его с собой, чтобы найти дорогу от дома. Он больше не нужен. Там еще одна карта. Помните эти деревца? Гадкие деревья. Сейчас они выросли и дарят тень всем усталым паломникам. Вы больше не рискуете обгореть на солнце. На случай, если вы идете в тени, ни о чем не думая, здесь поставили... Возможно, это какое-то произведение искусства. Эрмите де Пирадос. Красивая старая часовня. Некогда это было волшебное место вдали от мирской суеты. Сейчас к ней добавили все, что только можно. Мусорные баки. Аккуратно постриженный газон. Все, что нужно для пикника. И, конечно же, это сделано из лучших побуждений. Все испанские ведомства хотят что-то получить с паломников. Это логично. Они хотят соответствовать уровню современной Европы. Только паломникам это не нужно. Они ищут нечто иное. Эти люди хотят странствовать, хотят затеряться на этой дороге. Надеюсь, лет через десять все это вновь исчезнет. Останется лишь узкая песчаная тропа, где паломники вновь смогут заблудиться. Вилья Франко – последний город по эту сторону гор Галисии. Он имеет особое значение. Усталые паломники, неспособные продолжать путь, могут получить здесь отпущение грехов. Это местные врата прощения. ОРТ Дель Пэрден. Дон Хэсус Гато держит пансионат для пилигримов. За последние годы количество постояльцев возросло, а потребность в индульгенциях уменьшилась. За ними никто не приходит, никто. Мы делали что-то вроде свидетельств. Каждый пришедший в Пуэрто Дель Пэрден становится своеобразным почетным доктором. У вас есть такой документ? Сейчас нет. Я даже не знаю, где они. Как вы думаете, еще остались паломники, которые идут сюда за индульгенцией? Думаю, они идут за каким-то свидетельством. Не за индульгенцией, а за дипломом. Дух Камина в значительной степени утрачен. Думаете, люди верят, что с этим свидетельством быстрее пройдут через чистилище? Нет, это ничего не стоит. Конец? Конец. Вам жаль или... Не знаю. Не знаю. Каждый должен... Лучшее доказательство, то, что у человека в сердце. У меня есть книга пилигримов, там написано «Паломник, куда ты идешь, оставив свой дом, если не по камино?» Ответ. Я ухожу от повседневных забот. Далее. «Паломник, куда ты идешь по камино?» Ответ. Вдаль. Вопрос для достигших Сантьяго. «Паломник, прошедший камино, куда теперь?» Внутрь себя. Есть ли будет шанс? Сейчас камино – культурный маршрут Европы номер один. Компостел – объект всемирного наследия. Поле деятельности для амбициозных политиков, еврократов и туроператоров. Над последними метрами камина сейчас высится четырех- и пятизвездочный отель, и только за этот год в город прибыло несколько миллионов человек. Лишь малая часть – пешком. Я прошел долгий путь ради момента истины. Ожидается, что 200 тысяч человек придут сюда за Компостелана. Это доказательство того, что они здесь побывали. 15 лет назад, чтобы получить этот документ, надо было прийти в маленький пыльный офис при соборе. Там вас расспрашивал суровый священник в черном. Вы считали себя счастливчиком, если получали свидетельство. Сегодня милая и гостеприимная хозяйка просматривает ваши штампы, ставит последний. Теперь можете отправляться прямо в рай. Нет никакой разницы. Прошли вы тысячи километров или только последнюю сотню. Компостелла приветствует вас с благодарностью. А вот индульгенцию и прощение людям приходится ждать часами. Сколько вы уже ждете? С восьми утра, а вон те люди провели здесь всю ночь. Спать здесь? Зачем? Мы хотим пройти в Пуэрто-дель-Пэрдон. Что для вас Пуэрто-дель-Пэрдон? Это своеобразное очищение. Это поклонение нашему святому. Он покровитель Испании, а значит, для нас он второй бог. Второй бог? Удивительно. Здесь доминирует массовый туризм. Дон Алехандро – канонник собора Компостеллы. Есть много паломников, которые приходят сюда пешком. Отец Алехандро. Вид огромной толпы в кафедральном соборе приводит их в отчаяние. Так много людей приезжает сюда исключительно ради туризма. Паломники сталкиваются с неожиданной для них реальностью. Они шли сюда с мыслью об очищении. Но есть много таких, кто приходят сюда из интереса или за индульгенцией. И у них точно такие же права. Дело дошло до аплодисментов в церкви. На улице то же самое. В Компостеллу прибыл король Испании. В честь святого Иакова устроили фейерберг. Сейчас на камина правит не церковь, а культурные шакалы и коммерции. Кажется, Компостелла подходит для чего угодно. От оплаченных Брюсселем красочных шествий до демонстрации за независимость Галисии. А главное, то, что лучше всего удается испанцам – праздник, фиеста. Совсем не этого ожидают многие паломники. Они поворачиваются городу спиной и вновь ищут тишины дороги. В последние годы у них появилась новая цель. Она находится в трех днях пути. Здесь заканчивается земля, и начинается море. Куда идете, паломники? В Финистеру. Зачем? Потому что Финистера – это край света. Мы хотим увидеть край земли и там окончить наш путь. Финистера – мистическое место. Это последняя раковина. Когда идешь по камина, всегда ориентируешься по раковинам, лучам. Последняя ракушка – Финистерия указывает вниз. Прямо в море? Прямо в море, вглубь земли. Здесь заканчивается дорога. Мы прошли 700 километров на запад. Все это время солнце светило нам в спину. Сейчас наступил последний момент, когда солнце находится у нас за спиной. Если здесь обернуться, вы вновь будете смотреть на солнце, возвращаясь к жизни и свету. Люди возвращаются. Я бы сказал, почти инстинктивно они возвращаются к тому, какой была старая камина – древняя дорога. Древняя камина, путь паломников, должна окончиться в географически значимом месте. У Сантьяго этого нет. Там есть впечатляющая церковь, но нет географических особенностей, которые шокируют. Окружение и скал вы найдете только в Финистерии. Некогда в этом месте заканчивался известный мир. Здесь человек попадал в полумифические земли. За край света уходят души умерших. Здесь каждый день солнце погружается в Маре Тенебрис, море мрака. Здесь стоял древний храм. Маяк был построен во времена римлян. Здесь заканчивается паломничество. Впрочем, есть и другие кандидаты, которые борются за эту честь. На северо-западе Испании есть 3-4 места, претендующих на роль настоящего конца и цели паломничества к святому Акову. Одно из этих мест – Муксе. Там мы сейчас и находимся. По легенде, именно в Муксе и святой Аков прочитал свою первую исповедь. К сожалению, он проповедовал в пустой церкви. Никто не пришел послушать. Иаков был готов отчаяться, но в этот момент свершилось чудо. Появился каменный корабль с Девой Марией, и она воскликнула. «Не сдавайся, продолжай. Они придут». Как известно, со временем именно так все и вышло. На побережье у города Муксе до сих пор лежат камни, те, что остались от корабля Марией. Вот один из них. А вот что еще осталось от корабля Марией. Этот корабль из камня. Под этим камнем нужно проплыть или проползти. Здесь можно избавиться от главной боли или приобрести ее. Глупый здесь станет умным, если верить словам людей из вон той церкви. Это церковь Девы Марии на корабле. Еще один кандидат – небольшой город Падрон. Говорят, именно там появилось тело Иакова. Здесь, прямо под алтарем церкви святого Иакова, был отрыт этот камень. Это камень причала. Согласно легенде, именно к нему было пришвартовано судно, доставившее святого Иакова в Испанию в IX веке. Так город Падрон получил название «камень причала». Многие паломники в это не верят. Все как в Сантьяго. Здесь правит не святой дух. Здесь доминирует дух множества людей, которые изо всех сил стараются уверовать, но не могут, ибо не видят знаков. Церковь поставила все на коммерческую основу. Дух был утрачен. Если вы действительно пройдете камина, то вновь найдете этот дух, найдете истоки. Я вижу Бога повсюду. На каминах вы постоянно чувствуете Его присутствие, Он вас ведет, вас действительно влечет вперед. Вы не можете остановиться, несмотря на усталость. Вы чувствуете, как вас тянет вперед. Один ищет Бога в пути, другой ищет в храме, там, где еще можно найти тишину и покой. До этой маленькой церкви полдня путят Финистеры, к храму тысячи лет. И вот вы здесь, паломник без Бога. Вы видите священника и прекрасную старую церковь. Неужели за этим что-то стоит? Да, это великолепно. Меня это завораживает. Но не от того, что для меня это как-то связано с загробной жизнью. Я рад увидеть священника, который работает из любви к людям. Вы видите, как это для него ценно. Конечно, это чудо. Недалеко от дороги паломников стоит эта маленькая церковь. Здесь все происходит согласно древним ритуалам. Впрочем, сегодня у каждого паломника есть свой путь. Без ритуалов. Имеет значение лишь ваш личный опыт. Полюбуйтесь на закат. Осознайте, что это нечто особенное. Тут существует разница в тысячу лет. Мне кажется, сегодня паломничество – способ освободиться от всего, что нас беспокоит. Свобода от необходимости делать выбор. Свобода от постоянной нехватки времени. Перед вами расстилается океан времени. Становится очевидна одна вещь. Все, что казалось необходимым дома, в дороге становится абсолютно ненужным. Перемены касаются и того, что происходит у вас в голове. Вам совсем не нужны все эти мысли. Не нужно мучительно думать, какой сделать выбор, как сохранить свой мир и так далее. Все это можно оставить в прошлом. Это самый край Европы. И здесь все последнее. Последний маяк, последний крест позади меня. А за последней скалой единственное море. Это Финистера, край света. Все больше и больше паломников оканчивают путь именно здесь. Из Компостела они идут к тому месту, где заканчивается земля. Дальше идти некуда. Человек перестает быть пилигримом. Ему больше не нужна походная обувь. Ее можно спокойно сжечь. Именно так поступают многие паломники у этого небольшого памятника. В Финистерии нет других ритуалов. Только под вечер можно сесть в одиночестве и смотреть, как солнце уходит за край мира. Туда, где вечность становится видимой. Есть поэтические строки. Заходит солнце, жизнь неповторима. Именно это чувствуешь здесь на закате. Люди сознают уникальность момента. Я чувствовал тоже. Не оттого, что меня посетили метафизические мысли, скорее наоборот, они полностью отсутствовали. Просто я думал, как это невероятно красиво. Мне кажется, это прекрасный способ почувствовать единство душ. Во время паломничества вы находите это у себя в сердце. На самом деле это единственное, что требуется. Не обязательно участвовать в массовых обрядах, вызывать к некой сущности вовне. Все можно найти внутри себя. В таком случае это паломничество превратится в отличный способ обретения внутренней гармонии. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Ред Медиа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова